Наши соскочеванские самолеты Шучу, техника такая, опрыскивает поля Я взял два выходных, прям на север Впереди опять бешеные планы Что получится? Ой-ой-ой, какой сильный Однако, что получится, что будет интересного, покажем, снимем Постараемся Среда, вечер, прибыли на заимку Как я уже сказал, я взял два дня выходных Четверг-пятницу хочу здесь поработать Тетя Оля только один выходной, а четверг-пятницу ей нужно на работу Домик стоит, блин Один день дождя не было, и все сразу высохло Все как камень, блин Вот же не повезло нам с этим дождем Ну ладно Так, вот этот пропановый Цистерну эту надо утащить И поставить где-то хорошо Мы ее все переломали, нас могут наказать за это Ага Вот этот контейнер завтра будем разгружать Открывать, разгружать и попробовать перетаскивать Посмотрим, что получится И вот это мы завтра сфотографируем И вам покажем Быстро пробежали, все проверили, все на месте Какой красивый Ага, траву бы кто покосил Ну чего ты кричишь, это мы свои Ой-ой-ой А что за такое интересное Куликовый какой-то, вальшнеп что ли На деревья садится главное Летай, лови букашек А вон твой друг-то летел На другое дерево сел Приколистый, блин Хорошие шумные соседи Побежим, а то комарики кусают Короче, пятница, да, сегодня Утро Позавтракали, приступаем к работе Перепробовали тысячи ключей Открыли контейнер Этот контейнер вместе с этим хозяйством идет И там драгоценности Там, короче, должны быть мыши там всякие Ох, смельки, ничего не знаем Сейчас будем раскрывать из мангель Ой, блин Не покушаешь, хрен откроешь А че, а как? Еще, наверное, крутить надо О, вот так вот Вот так вот Ой-ой-ой Ой-ой-ой Ленющий Хороший есть и лешка И есть два квадроссыкла И шо всякий-всякий фигня А вот это масло, масло Корм мешать оленей Оленей, говорю, медведей кормить Но надо опустошать этого товарища И передвигать его На место нужно здесь Так что вот это будет наша работа сегодня Вот Да Вперед, напрягаем мускулы И вперед Ну, гуд Ну, гуд Пока Делают обеду Мы работаем Потихоньку побеждаем Вот мой помощник Эти холодильники пришлось от стенки убрать Все, неизвестно, сколько раз мы будем убирать Морозильники Работает, блин, морозит хорошо У меня есть большое желание Задвинуть вот этот вот контейнер сюда Вот этот промежуток между столбами и ангаром Почему? Чтобы потом там вот Где-то теория стоит Второй еще поставить И между ними крышу сделать Ага Ну, а убирать его нам надо обязательно и это Ну, я очень доволен, получается Машина у меня в двое Почву мы немножко подпортили Но разровняем Приметаем Приметаем Вытащили мы его оттуда Видите, уже сколько, да? И туда вот их Под углом уже вот так вот Ага А это место нам нужно Второй домик хотим привезти Если получится Если довезем, то мы его сюда привезем Так, инвентаризация Что было в этом контейнере? 150 ведер Масло На котором жарят, знаете, всякие там Я не знаю, как у вас там Называется Картошка по-французски, короче Немцы помос говорят Здесь говорят френч фрайс Ну и всякая херня, видите Кое-что людям просто жалко было Здравствуйте, стулья где-то достались Вот это вот хорошая штука Я не знаю, даже уже искал сколько Где ее купить Маласис называется Маласис Медведи очень любят Патока, короче Ага Так, здесь мы накрыли немножко Что там, мешки со всем Ага Ну и так там всякие То, что от дождя Немножко Это есть штуки четыре этих Для засидок на дереве, да Металлические Стулья Пару пропановых баллонов Ржавые можно выбрасывать на свалку Их никто нам не перезарядит уже Ну и хлам, хлам, хлам в основном Вот еще одно это Идет, чтобы к дереву прикрылить Два квадроцикла Этот завелся У этого аккумулятор сдохший Ну не шутка, все-таки всю зиму стоял А вот этот Рецепт Кележка хорошая, двухосная Луноходная конструкция Ну то, что нужно Это не то, что это сюрпризы Знаете, какие-то Это все было в договоре, конечно Кукли-продажи Мы на это рассчитывали Ага, ну еще две бензопилы есть И... Что есть? Дрель Шуруповерт С аккумулятором Потом эта болгарка Есть с дисками Ну и все, в принципе Вот это все было в контейнере Ага, сейчас мы его, если получится Задвинем туда Опять все затолкаем назад И большое дело сделано Я очень переживал Я сомневался, что мой грузовичок Вот эту дуру Огромную 40-футовую Стронит Ну ничего, когда на бревнах Тогда это... Ну закон физики, знаете же, наверное, да? Не зря мы колесо изобрели Продолжаем действовать Короче Подъехали люди и сказали Дядя Вова, что ты напрягаешься, снимаешь? Для людей это как мультик Вначале я здесь стоял Потом там стоял Какая разница, да? Терпение и труд Все перетрут Подвинули мы эту бандуру Блин, наматерились Набуксовались Ну тут не видно Ну сейчас Как нам на траве, блин Вообще одно время Не могли сдвинуть А там под низом Оказывается все деревяшки Там заклинилось Ну домкратили, короче Домкратили Подкладывали Когда хорошо подложишь Круглые бревнышки Потом он ничего Можно катить А здесь я его уже толкал Что есть очень опасным Безовиком Жалко немножко пикап Ну что поделаешь Купили же дело Не для того, чтобы жалеть Короче, я доволен Сейчас мы все деревяшки убираем И надо подложить шпалы Чтобы он ровненько стоял И потом надо Все закидывать А то, блин, погода Погода Опять обещают У нас же целый день Дождя не было Так уже две недели Льет и льет Ну вот так вот Прогресс, короче, есть Продолжаем действовать Пятница Утро Семь с копейками Красота Выспался Комары меня заколебали ночью То один, то другой Ну так раз в полчаса Или в час Можно кажется Как будто все ночь Знаете Так Вчера я еще под конец Когда всю работу переделал Вот эту вот цистерну С пропаном Я ее уродовать не хотел Она это Взята на прокат Хоть и не нами Но все равно Не хочется портить Отношения С теми Которые дают их на прокат И которые приезжают Заправляют пропаном Твои баллоны А я хочу вот именно так И делать потом Ага И поэтому я сколотил Такой Из фанеры С брусками Подцепила Аккуратно утащил Туда я поставил Да Такую титаническую работу Мы проделали Контейнер убрали Отсюда Заглинули его сюда И все перегрузили Динамит с утра Погонял зайцев уже Динамит Что делаешь? А? Медведь приходил? И когда я вчера Все переделал Короче Уже вечер Так солнышко садится Я думаю Я еще Вот эту газонокосилку Заведу Я ее ни разу не использовал Интересно было Посмотреть Работка Или нет Достал Короче Смотрю Масла нет Взял Побежал Нашел Масла залил Бензина конечно нет Побежал Нашел бензин Залил Заводить не заводится Барин Тутги Сюди Маслал Маслал Выкрутил свечку Искры нету Побежал Нашел свечку Искру дает Свечка Закрутил свечку Дернул Шнур оборвался Барин Которым заводишь Я давай отключить болты Болты не откручиваются Побежал Нашел ключи Все притащил Какие были Открутил Затащил в гараж Разобрал Веревку Достал Завязал Там где порвалась Мертвым узлом Вытаскиваю Еще раз Сдернул Она порвалась В другом месте И я Прилюнул К черту Матери Бросил ее Увезу На свалку Нахер Привезу Какой-нибудь Другой Вот это я не знаю Шкафчик Блин Вроде еще Такой нормальный Там закала Все видите Полочки Внутри Куда его Куда это барахло Собирать Я не знаю Ну вот такой Контейнер Хорошо что мы Пришли сюда Здесь ключ Запасной От дома На магнитике Надо Где-то спрятать Ну ладушки Пойдем Выгуляем Собаку И надо Двигаться За новыми Приключениями О которых Мы вам Обязательно Расскажем Вот это мы Поставили машина Короче На Себеночной Дороге А сами Гуляем Назад Короче Вам сегодня Выпал Большое счастье Повстречаться С ученым Знаменитым Академиком Тутово Шилкопрядочных Наук Товарищем Куршатовым Сегодня он Вам покажет Очень исключительный Такой Соскочеванский Феномен Который Называется Комсомонско-партийное Собрание Бабочков Короче Смотрите Какая фигня Я уже Ох Конечно На дерьме Они сидели Такая красота И на дерьме Я проезжал Уже Огромный Огромный Кластер Думаю Че такое Постоянно Стараюсь Отвильнуть Чтобы не Задавить Огромная Куча Бабочек Какая Красота Все начинает Расцветать Скоро Уже Ягоды Будут В принципе В дуванчике Отошли Земляничка Цветет Так А что у нас Там на горизонте Как раз В этом месте Вот у меня Ребята Спрашивали Как называлась Речка Где были Эти песчаные Клифы Вот пожалуйста Речка Также Называется Как и Песчаные Скалы Ай Птички Птички Поют Мамочки Летают Бог А мы Мчимся Мы Мчимся На подвиги Какая Колебленность Я уже Самые плохие Участки Проехал Это хорошие Еще Участки Вот по такой Херне Я Вывожу Домики Ребята Вот этот Трейл Ну Похож на Русло Реки Просто Знаете Когда Идут Дожди Тогда Вода Здесь Мчится Да Весело Более Пятница Работаем Элли Приехала На своей Спортивной Машинке Помогают Нам Не знаю В прошлый раз Показал я вам Или нет Здесь я Баксовал Вторым траком Вытягивали Вот Сколько Мы подкопали Этот домик Это мы Накидали Потом Еще Песку Чтобы Потому что Это Не могли Выехать И этот Прицеп Сидел Очень глубоко И мы Кидали Под колеса Ну Засыпали Короче Назад Выкопали А Засыпали Посередке Вот Снимали Чтобы Прицеп Там Поместился Вот Это Надо Учитывать Что Домик Стоял На Подпорках Мы Там Внизу Корячились И копали Вот Такой Объем Работы Проделали Ну Выдрали Мы Выдрали Отсюда Домик Везли Прицеп Набили Опилками Опилки Собрали Потому что Их надо Куда-то Убирать Второй День Уже Нет Дождя Что Есть Очень Хорошо Сразу Все Подсохло И хотим Но Дождя Опять Обещает И Поэтому Упираемся Чтобы Это Пока Нету Дождя Короче Выдрать Домик Отсюда Из леса А там Пусть Зальется По щебенке Ехали Пыль Стоит Столбом Так Оля Помогает Опилки Остатки Не входят Никуда Мы их Сюда Пока На полах И потом Тоже Убираем Пленку Клеенку И Копаем Песочек Чтобы Понесился Прицеп Хотя Оля Она Может Упинданула Нас Прицеп Едет Вот Здесь Я Кучу Дерей Я спил Прямо Много Спил Ага И Все Пришлось Переложить Потому Что Мы Поняли Что Мы Как Это Задумывалось Вот Здесь Раньше Вот Так Выехать Знаете Сейчас Я вам Покажу Под углом Под определенным Вот Эту Кучку Дрех Я Перелопатил Сегодня Вот Так Мы Хотели Вот Так Динамит Идет Вот Ко мне Вот Так Мы Хотели Туда Загнать Прицеп И Потом Вот Здесь Вот Так Лихо Выехать А Здесь Заросла Куча Дерев И Мы Поняли Что Нихера У нас Не Получится Во-первых Наклон Большой Огромный Во-вторых По таким Углом Это Ну Надо Быть Я У нас Есть Здесь Скрутанёмся Развернёмся Назад Вперед Вперед Назад Мордом Туда И Потом Надо Ишло Дорогу Делать Да Хрена Кого Чаще Что Надо Ну Вот Такой План Такой Прогресс Потихоньку Дела Движутся Пока Вечер Солнце Садится Это Я Такой Красивый Мой Футбок Красивый По Трубе Уже Мы Позавтракали Потом По одному Банану Потом Ещё По одному Чё Не Дня И Теперь Наконец Я Жалился Над Девчатами Говорю Девчата Перекусываем Эли Вкусно Да Хорошо Динамит Тоже Бросил Шок Ой Блин Наконец Наконец Мы его Загнали Опять Блин Накопались Как Это Вот Вот Видите Вы Корчёвали Вот Херню Блин Один Второй Руки Отваливаются Не идёт И всё Блин Там Притирку Там Блин Копали Под грузовик И под этот Под прицеп Мы загнали Загнали Сейчас Перекусим И сколько Святого Времени Хватит Плахи Засовываем Вот эти Привезли Мы Целую Кучу У нас Больших Больше Нету Но я Мудро Так Сообразил Или Решил Что Много Мелких Это Равносильно Одной Крупной То есть Это Три Штуки Стопочка И ещё Три Штуки Стопочка И шесть Штук Вот так Стопочка Будет Равносильно Тем Плахам И посмотрим Опять Немножко Это На одну Сторон У нас Перевес Но на этот Раз На ту Куда Хотели Потому что Вся Дорога По лесу Уклон Влево И поэтому Мы чуть-чуть Больше Вправо Туда Туда Сместили Почему Потому что Уклон Будет Влево Всю Дорогу И С этой Стороны Всё Это Кухня Здесь Впереди А сзади Там Это Туалет Умывальники Всё Это Душ То есть Сантиметров На 10 Мы Сместили Да Сантиметров 10 Наверное Сместили Мы Буквально Домик На трейнере Или Больше Ну Если двигать Строго По центру О Ещё Надо будет Домкратить Опускать На прицеп А прицеп Будет Поддаваться И Поддаваться Ну Как-нибудь Успеть Бы Засветло Вряд Вперед Вперед Последние Штрихи Всё Красные Флажки По закону Четыре штуки Пробились Через Трейл Плакал Рыдал Глаза Закрывал Выехали Аллах Пар Ёлки Палки Ёлки Палки Я не думал Всё-таки Стоило Стоило Что мы бегали Там Лопатами Равняли Всё Это Блин Так Ишь Петь А Семь часов С копейками Нормально Ништяк Ещё весь мир Спит Суббота Сегодня Суббота Мы за пятницу Успели почти Погрузить То есть всё Чуть-чуть Не успели Сейчас Субботу Дунем Пока Пока Поменьше Машин Да Ещё раз Проверяем Быстрый Чек Смотри Видишь Слабло Нормально После таких стрясок Конечно Наслабнее Скажи Справа Влево Справа Влево Дверь Ну хорошо Ну красота Элли нам помогла Ну покажи Весь домик Покажи Так Издалека Весь дом Суббота Вот так вот На дизеле Пилим И пилим Блин Спать охотно Глаза закрываются Надо участок пройти Этот асфальт А потом Когда на щебенку Уйдём Всё спокойно И знаете Уже Автомобили Меньше ездит И инспекции Никаких И ничего Вот это Приятный знак Видите Инвестировали 5 миллионов На 15 километрах Новый асфальт Положили Сейчас доедем До этого участка Притопим Немножко Так Одна четвёртая Бака Уже опустела Быстро Пустеет Но Сильно Не насилуем На четвёртой Скорости Поставил Повышенную Повышенную Скажем так Повышенную С двумя колёсами Четыре Немножки Нам Немножко В машине Моргалки Включенные Мигалки И вот так вот И едем Облюдаем За домиком Когда появляются автомобили Принимаем Вправо На белую полосу Так раз И там достаточно места Даже кузовики Проскакиваются Без всяких За окном Красивые Северные Ландшафты Без новичка А мы едем 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 Короче Ребята Я же сам Не верю Прибыли 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 Дотянулся Враска Елки-палки Коробка Грелась Рычаг Прямо Рычаг Внутри В салоне Взять Невозможно Блин Нос Задный Я пощупал Но у него Плюнет Шипеть Будет И это Было Километров Десят Восемьдесят Назад Да Всю дорогу Короче Я риск Не понятно Пошел 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 Ну Не тем Ну Чет Последнее Время Уже И тут Километр Три Осталось До Дома Звук Такой Я Блин Чуть Это Сердце На Екнуло Это Оказывается Горючка Кончается Лампочка Загорелась У нас В кузове Четыре Канистры Эта Эренга Вот Этого Дурака Блин Перегрузили По закону Нельзя Когда Это Впереди Сопровождающий Автомобиль У него Впереди Знак Что Это Большой Врусный Габаритный И Этому Автомобилю Нельзя Ничего Тащить За собой Некие Прицепы Но Мы Вчера Взяли И Утащили Этот Прицеп На Чемпионочной Дороге Там Есть Такое Место Поставили Там В закутке На Обратном Пути Прицепили И Перегрузили Долбаные Опилки Столбы Внутри Это Колесо Видите Как Оно Смотрит Буквозю Влево Изнутри Стесало Новые Колеса Были Ну Хрен С ним Щебенка Долбанная А Щебенка Это После Дождя Проехал Грейгер И Все Так Это Подправил Позавчера И Это И Никто Не Прикатал Ее Еще Как На Подушке Блин Туды Сюди Туды Сюди Его Заши Машина Не Тянет Блин Ну Ладно Там Вчера Убиран Или Позавчера Ведро Из-под Масла И Крышки И Тетя Оля Прибежала С Большими Глазами Медведь Вязал Остатки Там Следы На Мягкой Земле Так Ну Все Машину Оставляем Остывать Блин Хотя Б Пару Часиков А Потом Начинаем Маневры И Домик Будем Туда Запихивать Пробовать А Потом Ее Надо Еще На Вот Ребята Я Никакой Честно Говоря Блин Ну Это Мы Поспали Три Часа А Это Я Не Спал Комары Комары Прямо Гул Сплошный Девчата Мы Взяли Укутались Это Нос Только Высунули И Спали Как Я Так Не Могу Сейчас Пойдем Тихий Сейчас Сделаем Вот Такие Вот Дела Вот Такие Дела Собак Тоже Довольный Ну Че По кемарине Мы Два Споловина Часика Вышли Солнце Палит С ума Сойти Но Это Нехорошо Это К дождю Наверное Вон Какие Тучки Кругом Ага Отстегнули Прицеп Разгружаемся Снимаем Знак Самодельный Два Штуки Я Таких Сделал Ну И Начнем Сейчас Ставить Этот Домик На Колодки И Потом Вытащить Надо Прицеп И Тогда Будет Счастье Фу Фу Там В лесу Полно Ведер Пустых Тетя Оля Сходила Аж Испугалась Медведь Таскал Их Туды Сюды Ага Ну Вперед Вперед На Мине Савраска Загружен Всяким Хламом Готов Ехать Домой Ой Домик Поставили Мы С Тетей Олей Хорошо Иметь Такого Напарника Ёлки Палки Не Хлюздит Не Филонит Ничего Пашет Как Конь Вместе Со мной Уже Все Из рук Валится Один Френ Добили Мы Его Подняли Вроде Вроде Совесть Подняли Так Что Даже Ничего Не Перекошено Везде Еще Поддом Кратили И дверь Теперь Хорошо Открывается И Закрывается Я уже Внутри Был Все Почистил Там Выбросил Мы Во время Перевозки Кошки Накидали Ну Чтоб Балас Немножко Был Внизу Там Типа И Так Это Да Не Скажешь Чего Об Этом Домике Там Дверь Заклинила Намеркво Там Длинная Лестница Она Мне Так Нужна Блин Не Могу Попасть Внутрь Один Тратить Не Охота Трейлер Вытащили Благополучно Пикап Уже Лампочка Горелась Сожги Бак Горючего В прошлый Раз У нас Четверть Бака Оставалось А в этот Раз Седеночная Дорога Была Ужасная И Вара Стояла И Он Уже Сдыхал Крочи Пикап Ага Я рад Что мы Доехали Ну Этот Трейлер Мы сломали Короче Прицеп Блин Колесо Там Смотрит Хрен знает Куда Теперь Может Разгрузить Его Завтра У нас Полный Полный Опилками Обнизу Столбы Такие Крязовым Пропитанные Перегрузил Короче Дурак Такой Ну Вообще Это Ребята Вот Физиономия Человека Который Вечно Чем-то Недоволен Или Никогда Не удовлетворен Тем Чего Он Достигает Так Вот Это Так Он Красиво Выглядит Лазил На коленях Все Это Пропитано Но Самое Главное Сейчас Не могу Дождаться Под Зубы Почищу Потом Уже Душ Все Основное И Блин Клянусь Аллахом Я Открою Бутылку Самого Хорошего Вина Короче Я Рад Я Чертовски Рад Просто Я До Хотел Успеть Ну И Успел Поймал Нас Когда Мы Ехали Уже 70 Кометров От Его Дома Где На Челенку Свернули Стоял Там И Мы Целый Час С ним Болтали Потеряли Еще Время И Потом Машины Как С цепи Сорвались Народ Проснулся На Выходные Просто Охренеть Здесь Вот Эти Места Они Изгибли Ну Здесь Столько Озер Рек Рыбалки Офигенные Народ Прет И Прет И Прет Но Чего Вам Еще Рассказать Старым Владельцем Разобрались Домики Перевезли Еще Гуразок Туда С Плоским Прицепом Смотаться Забрать Остальные Шпалы И Мелочь Всякая И Все Этот Дом Обещали Забрать В Следующем Месяце Будет Веселее Тогда Я Между Этими Домиками Могу Колодец Поставить И Там Будет Выход Септики Воды И Деревья Хочу Посадить Чтобы Друг от Друга Отгородить Их Но Это Все Замыслы Вообще Хрен Я знаю Когда Я Буду Претворять В жизни Ребята Эти Замыслы Работать Же Если Я Буду Постоянно Работать И Только По Выходным Приезжать Сюда То Я До Китайской Пасхи Буду Так Все Делать Надо Что Думать Надо Радикально Что Предпринимать Или Бросать Работу На Хрен Тогда У меня Дохода Никого Нет Думаю Уже И так И сак Думаю Может Пара Охот Организовать Медведи Полно Блин Приходила Ночью Тетя Испугалась Блин Там Следы Так Очень Сыро Влажная Почва Лень Да И Задоктали Частично В следующий Раз Покажу Часто Еще Будет Приходить Большой Слеп Большой Крупный Медведь Растащился На Свете Так Что Блин Здесь Можно Херачить Не Надо Блин Далеко Ездить Ну Вот Так Вот Как Ребята Ой Аллах Бисмилай И Лакман Бакарат Бадедед Трак Сок Лактор Привезли Мы Домики Ёлки Палки Программу Минимум Выполнили Динамит Пират Очень Рад Его Комары Да Эти Поводы Всякие Заболбали Наверное Ну Ладушки Пойдем Отмываться Отдыхать До новых Встреч Ах Да Немножко Грустно Потому Что Сегодня День Рождения У Моего Любимого Дяди Который Меня Воспитал Вместо Отца И Я его Всегда Поздравляю А в этом Году Не Получится Ага Уже Он в Германии А там уже Сейчас ночь Поздняя Ага И у дочери Моей старшей Тоже День рождения Но ей мы Попробуем Позвонить У нас Другом Здесь Километров В двухстах На севере Тоже Отдыхает В курортной Зоне Зоне В такой У нее Там День рождения Катание На лошадях Организовал И еще Они там Тоже Домики Арендовали Ибо Папа Не успел Домики Организовать И так У Катюхи День рождения И у дяди Лени День рождения Поздравляю Всех С днем рождения Желаем Крепкого здоровья Всего Самого Хорошего Чтоб Не болели Не чихали Чтоб Приезжали И мы вместе Здесь Провели Чудесное Время Ну До свидания Утро Пошли На прогулку С динамитом Уже Три Уточки Подняли Ну Наверное Это Самочки Сидят На яйцах А селезные Дурака Валяют Отолачиваются Ага Ну Так Сидят А то Ничего Не видел Пока Ну Это Пора Скоро Скоро Воздухе Витают Национальные Птицы Нашей Провинции Размером Со Средний Самолет Называются Они Комары И летом Их у нас Очень Очень Много Пошла Попривожили мы ее Не Не Знают Что Все Так Охот Над Снежьем Вопросы Скорее По Привычке Снежьи Излетают И Пытаются Отлететь Заходят На посадочку Передумал Поднял Шасси И Пошел На второй Круг Время И Снежьи Вы Снежьи Круг Дальше Уже 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 Ну ладно, оставим мы этого утенка, пусть нарезают круги. Зеленника отсвела почти, посмотрим что будет. Еще цветет, еще цветет, немножечко. Заменителю, ужасно много в этом году, но дикую никто не собирает, совсем ничего, абсолютно ни разу не собирает. Глубника да, а заменитами, так полакомиться мы с удовольствием горсть другую. Малинка должна пойти скоро, уже конец июня, лето в этом году припозднилось, весной долго снег был, но все равно я думаю в начале июля уже будет, на севере всегда дикая малина, будем кушать, интересно, динамит пошел расследовать. Ну ладушки, пойдем еще немножко погуляем и потом будем совершать подвиги. Красавица, много-много таких ужасно, много в этом году таких. В прошлые годы я не замечал, не видел. Повредил я ветер, крыло, вон что. Одно крыло повреждено. Так, я бегом отключил электричество от этого домика, ну потому что люди скоро его будут забирать, надо уже поспешать. получилось, нашел все фазы, блин, рубильники и отключил. Дождь пошел, зараза. Только мы собрались, последний проект закончил, ящик собрали на скорую руку и хотели разгрузить синий прицеп. Ну хотели два таких ящика, опилки туда и накрыть. Ага, и пошел дождь лупил. И тетя Оля такой подлый, душа взял и пошел за грибами без меня. А мы сейчас пойдем, хороший, и выследим, куда он пошел. И посмотрим, есть грибы в лесу или нет. Вот нам повстречался грибник местный. Гуден так! Гуден так! Асалам алейкум! Кошки лген издер! Должны быть хороши. Не знаю, кошки. Ой бай, какие свежие! Конечно хорошие, нифига себе! А вот это я не знаю, мы такие не собирали никогда. Это черепица, нет? Ну короче, это кушаешь и все, если утром проснулся, значит хорошие. И еще где-то два было больших. Всего, во всем лесу, вот шесть грибов. А ты только с краешку зашла и вот нарезала уже. Вот таких вот свежих, хороших. А, там дальше не будет, только здесь края думаешь остыть? Обычно. Они до того нас любят, что вот здесь, возле нашей хибары. Ага. Не-не, надо идти в тайгу, Оля, с мешками и... А земляники сколько будет? Ой-ой-ой. Это все земляника, все земляника. Так, ну дождь идет, я камеру кончу. Выключу, ладно? Хороший, после изнурительного двухминутного похода по лесу, я обнаружил две вещи, или три, или четыре. Во-первых, лес полный тропками и по нему передвигаются всякие существа. Второй, что дров много, однако, очень много. Третье дело, забыл какой. А что, блин, это, движение по трассе нахер такое, чтобы не вообще бесперерывное. Надо, короче, бизнес открывать, блин. Шиномонтаж. А четвертый, короче, что грибы есть. Иди на метной, ну иди к чертовой матери. Ну не только вот такой вот красивый молодой, даже вот такой вот. Тетя Оля зовет, ну побегу, надо подчиняться чем. Я же не мужик, а тряпочка. Побежал я, короче. Сейчас грибы возьму. Ну вот, говорит, здесь пожары должны уйти. Короче, вырвала меня тетя Оля с южного леса и говорит, иди в северный. Там тоже, говорит, грибы есть. Я говорю, ну-ка, ну-ка, покажи. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, какая плантация. Возле валуна, а на валуне написано вот это. Молотком разбей меня и будешь жить вечно. Вот это вот интересно какой гриб. Ну точно съедобный. Ну кушаем все. Кушаем, жарим. Я чуть-чуть пробую, ты съедаешь весь гриб и потом определяем. Дедушкин табак? Нет, он просто цвет потерял. Ага. Ну для сковородки нам цвет не очень нужен. Ну я не видел, ты что? Я тут бегаю и ищу. А жена их находит, блин. Ну вот что такое? Ага, я как дурак бегаю, значит, ничего не вижу, а она находит. Надо, наверное, не бегать, а спокойно просто. Хм. Илья Мит, а ты еще не обучен, да, грибы искать? Нет. Ну вот это упущение большое. Ага. Спиртные напитки и грибы ты уж должен находить. Ну елки-палки, да, я потокарточка сделаю. Где тут потокарточки делаются? Что? Не, надо... Медведь ходит, все на свете ходят. Оля, а я нашел гриб. Я нашел гриб, я великий грибник. Ножа у меня нету. Пойдем свежешь. Комаров много. Идем дальше и видим рога. А возле рог, тетя Оля, смотри вот здесь. Вот смотри. А вот тут смотри. Ну а вот этот молодой, не старый. А этот какой красивый. А вот этот, наверное, медведь пнул. Наверное. О, или море. Ох, какой. Это мы рога сложили сюда. Красавец. Нормально? Нормально. Больше нету чуть-чуть уже. На супчик хватит? Да. Вот так вот, короче, избушку по периметру обходим. Так вот это бардак наш вот так вот. 15-20 метров. И попадаются грибочки. Роги всякие попадаются. Лосиные. Лосиные. Муравьиные. Тетя Оля, все, захлюсь дело. Убежала. Я пошел один искать грибы. Динамит, пойдешь со мной? Пойдем. Вдруг что найдем. И вот, короче, мы идем с динамитом. Идем и, конечно же, находим. Это тот мудак, который у нас ночью пасся. Медведь, покакал. Надо, блин, трейл камеры вешать. Посмотреть на него, какой он бандит. Правда, динамит? Не боишься медведей? Пойдем еще чуть-чуть погуляем. Если ты не боишься. Я, конечно, извиняюсь, блин, забыл. Этой салфеткой жир собирали. Вот дожилось человечество, да? Избегают жира. Уже сожрали мы все. Остатки вот. Грибочки с картошечкой. Тетя Оля свою органила. Вкусняк. Вот у меня. Ммм, ммм. Грибочки. Вот так. Вот так. Вот так. На веночку у нас там. Ножки всякие там эти. Шмотки так. И чаевка с маленькой. С маленькой. Ммм, хорошо. Ой, вкусно. Камеру забыл на улице. В машине. А на улице вот такая херня творится. Аж собака ломанулся домой. Чуть дверь не сломал. Зараза, влупил и идет, идет. Ну, все, да. Доволен. Потому что мы молились, чтобы нам это. Когда дом перевозим, чтобы не подпортил малину. И все получилось. По сухому мы ее выдрали. Избушку. Теперь пусть идет. Вот такие вот дела. Промокший друг лежит, отдыхает. Ну, ладно. Пока. Пока.